Сегодня профессия строителя одна из самых востребованных на рынке труда. Из года в год открытое акционерное общество «Строитрес номер 2» сохраняет высокий имидж в отрасли страны как одной из самых стабильных и успешных. Портфель заказов на 2024 требует от коллектива мобилизации всех резервов и, конечно, привлечения кадров. Для мотивации и личной заинтересованности каждого работника в результатах труда коллективный договор предприятия гарантирует солидный социальный пакет, доплаты молодым специалистам и заслуженным работникам, повышение тарифных ставок и другие материальные и моральные стимулы. Все это направлено на повышение производительности труда и культуры производства. В отличие от других предприятий строительной отрасли не только города, но и страны, сегодня «Строитрес номер 2» предоставляет своим работникам, нуждающимся в жилье, комфортное, отвечающее всем требованиям и нормам общежитие за вполне символическую плату. Мы приурочили специально ввод общежития к дню Конституции Республики Беларусь. Чтобы подчеркнуть масштаб проделанной управлениями Треста работы, стоит только сказать, что здание общежития 1958 года постройки практически никогда не ремонтировалось. Сегодня, после двух лет реконструкции и модернизации, оно даже отдаленно не напоминает морально и физически устаревшее строение. Мы получили общежитие первой категории на 22 квартиры и приблизительно на 80 койко-мест с полностью обновленным интерьером, полностью перепланированным, с заменой всех инженерных сетей и с необходимой закупленной мебелью. Здесь было, конечно, коридорного типа третьей категории, было чисто аккуратно, но очень все старо. Ну, решили, посовещали с генеральным директором, решили сделать для своих работников, модернизировать здание для более привлекательности нашего предприятия, чтобы привлечь молодых специалистов, кадров. Это решение можно считать частью верной стратегии и тактики развития предприятия, которому предстоит выполнить поистине масштабные для города проекты. Большой спрос, если, допустим, иногородние граждане, которые устраиваются на работу, у них есть вопрос стоит, вы предоставляете жилье. И когда, это, наверное, у нас единственная организация, у которого на балансе осталось общежитие, строительство, все остальные в ЖРЭО, и это большой плюс. Мы предоставляем для своих работников места, квартиры, вот теперь будем с 1 апреля. В обновленном доме общественного проживания все сделано высокопрофессионально, с любовью и уважением к товарищам по профессиональному цеху. Мы переделали под квартиры, однокомнатные, двухкомнатные, которые все создавали для уюта и создавали домашнюю обстановку, чтобы к нам приходили молодые специалисты, которые чувствовали себя очень уютно, благополучно здесь. Мы рады всех видеть, приходите к нам. В каждом блоке имеется санузел, ванна, до кухни плита электрическая, с четырьмя комфорками, со шкафом духовым, комнаты, тоже мебель предоставляется у нас, если по надобности, даже постельное белье. А еще телевизор, холодильник, микроволновка, а главное – отношение персонала к тем, кто трудится на строительных площадках города. Сегодня жилье приобретает едва ли не первостепенное значение для привлечения специалистов в строительную отрасль. Строительный трест номер два стал пока единственным в городе предприятием, которое позаботилось о том, чтобы предоставить своим работникам не только улучшенные условия труда, хорошую зарплату и социальные гарантии, но и обустроенный комфортный быт. Это для того, чтобы создать комфортные условия работникам строительства, не только на рабочих местах, но и для проживания. Также мы надеемся, что это поможет нам привлечь необходимых высококвалифицированных специалистов из района и других городов. Они нам очень необходимы для выполнения высоких прогнозных показателей, которые доведены нам в Белстро-центр нашей головной организации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова